Добрый день, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас в рамках лектории про ювелир. Мы проводим трансляцию из Музея современного ювелирного искусства. Этот музей был открыт в 2019 году при колледже имени Павла Акимовича Овчинникова. Это основатель известной ювелирной фирмы и поставщик императорского двора. Мы будем говорить о ювелирных стилях и техниках, об известных центрах производства и отличительных особенностях изделий. Познакомимся с миром ювелирного искусства немного ближе. А начнем мы наш обзор с одной из самых восхитительных ювелирных техник. Это филигрань. И поговорим для начала об ее истории. Филигрань известна со времен очень древних. Вот уже 5000 лет мастера по всему миру создают это тончайшее кружево из металлической проволоки. Если говорить об ее истории в России, то этой древней ювелирной технике довелось пережить периоды подъемов и упадков, словно спаянному с нашей историей кружевному узору. Драгоценные металлы привлекали человека с самых древних времен. Сребряный и золотой блеск очаровывал окружающих и придавал носителям сокровищ соответствующий статус. Мягкие металлы довольно легко поддавались с обработки, и уже в третьем тысячелетии н.э. мастера научились создавать ювелирные изделия из золота и сребра в технике литья и чеканки. Затем украшали ее гравировкой и филигранью, узором из тончайшей металлической проволоки, напаянной на поверхность предмета. Изначально филигрань начали делаться в Египте. Потом эту технику переняли греки, финикийцы и индийцы. Лишь после этого восточными торговыми путями эта техника попала на Русь. Сам термин «филигрань» произошел от двух латицких слов «филиум», что значит «нить», и «гранум», «зерно». Техника филиграни заключается в создании орнамента путем спаивания между собой элементов из тонкой проволоки драгоценных или недрагоценных металлов. Получаемое кружево может напаиваться на какую-нибудь основу, напаянная филигрань, или образовывать воздушный узор, ажурная филигрань. На Руси данная техника обрела название «скань», от древнерусского «скати», то есть «вить», «скручивать» или «свита вместе». Затейливые переплетенные нити из драгоценных металлов обретали форму в руках мастера. И теперь скань и филигрань уже употребляются как синонимы. Суть филигранной техники довольно проста, но требует высокого уровня художественного и ювелирного мастерства, так как весь процесс представляет собой исключительно ручную работу. Главный секрет этого ремесла – тонкая металлическая нить и замысловатое плетение, а мягкие благородные металлы, золото и сребро лучше всего подходят для этой работы. Проволока вытягивается щипцами через отверстия стальной пластины. При правильном подходе из одного грамма золота можно вытянуть 2500 метров. В IX веке техника скани прижилась в Киевской Руси. Мастера к ремеслу подошли творчески. Помимо маленьких шариков вплетали медаллические узоры, дерево, драгоценные камни и эмаль. В то время скань была мало кому по карману, и ювелиры работали по заказу знати и церкви. Один из ярких примеров ювелирного мастерства – шапка Мономаха, сплошь увитая сканными узорами. Искусство скани – одно из немногих, что распространилось по городам и областям. Височные кольца, бусы и браслеты плетут из золота и серебра в землях Черниговских, Переиславских, Владимир-Суздальских и Московских. Ювелиры оглядываются на итальянский и венгерский опыт. Правда, и в рисунках, и в расцветке работы были полностью самобытны. Для примера можно обратить внимание на это ожерелье. Бармы – это наплечники в торжественной одежде московских князей и царей. Вот, например, Алексей Михайлович Романов. Самые известные мастера скани – основоположники самобытного русского стиля в XIV-XV веках Иван Фомин и Инок Амвросий. Фомин был мастером государева двора, а Амвросий жил и работал в Троице-Сергиевой лавре. Оба они хорошо знали секреты греческих ювелиров и умело вплетали иноземные мотивы в русский орнамент. Работа самых известных мастеров Средневековья сейчас находится в музее Троице-Сергиевой лавры. Едва не погубила русскую скань монголо-татарское нашествие. И дело даже не в том, что захватчики забирали все самое ценное из княжеских сундуков. Велась настоящая охота за самыми искусными ремесленниками. Мастеров первыми угоняли в Орду, в рабство. Однако не все крупные города были разграблены. Новгородские земли и хозяйства не затронули вторжение благодаря тому, что они выплачивали дань. Удалось сохранить и мастеров, и их уникальные работы. Украшения и драгоценные посуны того времени были обнаружены в составе древнерусских кладов, особенно знаменитые предметы из первого клада, найденного в 1822 году на территории, разрушенной монголами Старой Рязани. Колты и подвески для женского угловного убора, бармы и княжеское оплечье украшали воздушным кружевом скани в несколько слоев, а золотые нити узора были усыпаны зернию, крошечными металлическими шариками. Красота этих изделий говорила о высочайшем мастерстве русских ювелиров до монгольской эпохи. Во времена Ивана Грозного сканный орнамент научились расцвечивать эмалью. Стекловидной массой разных цветов заполняли детали рисунка, а затем обжигали. Яркая многоцветная эмаль придавала узорам особое изящество и нарядность, подчеркивала красоту и затейливость филиграни. Раскрашенные эмалью завитки скани напоминают россыпи полевых цветов. В оружейной палате московского Кремля можно увидеть украшенные цветочным узором и драгоценными камнями золотые оклады Евангелий и икон, посуду, а также украшения XVI-XVII веков. В старину эти предметы хранились в царских сокровищницах и приводили в изумление иностранных гостей. К XIX веку филигрань приобрел уже статус государственного искусства. Ею выполнялись украшения, вазы, декоративные панно, пользовались спросом сухарницы, шкатулки и даже дамские сумочки из филиграни. А к концу века ювелиры нашли свежее решение использовать филигранное кружево без фона. Металлический орнамент приклеивали на тонкую бумагу, которая сгорала при пайке, оставляя готовый узор парить в воздухе. Так из скани начали делать объемные предметы, шкатулки, небольшие корзины и вазы, ажурные пуговицы. Такие пуговицы ажурного плетения стали самым ходовым товаром. Их делали ремесленники-ювелиры, так называемые пуговичники. Носили такие пуговки дореволюционной России, повсеместные дворяне и даже зарыточные крестьяне. Правда, стоимость их пуговок в два раза превышала стоимость самой одежды. Стоит дополнить, что в русском ювелирном искусстве техники скани и зерни неразрывно связаны между собой. Зерни обычно дополняют сканные узоры, придавая им более полный и законченный вид. Нехитрое название техники отражает ее суть. Зерн – орнамент, созданный из маленьких, диаметром иногда менее миллиметра золотых, серебряных или платиновых зернышек. Шарики устанавливаются в предварительно подготовленные углубления в зоре на тончайший слой припоя, который в пламени горелки сплавляет их с основанием. Важно, чтобы припой смог надежно закрепить рисунок, но не нарушал его четкости, растекаясь за пределы углубления. На Руси для этих целей использовали сусальное золото, смешанное с ртутью. В процессе пайки ртуть выгорала, а золото быстро плавилось, образуя надежное сцепление. Патриотический подъем после победы в Отечественной войне 1812 года и находки кладов с ювелирными изделиями XI-XII веков способствовали тому, что интерес к собственной истории и средневековому искусству в русском обществе XIX века вновь возникает. Удивительное мастерство ювелиров Руси поражало современников промышленной революции. Работы древних филигранщиков изучали, скопировались, ими вдохновлялись. Такие компании, как фирма Овчинникова, Садикова, Постникова, Фаберже, сосредоточили в своих руках ювелирное производство того времени. Они выпускали тысячи изделий со сканью, рассчитанных на любой вкус и кошелек. Мастера использовали самые разные техники работы. Простой филигранный узор, как на произведениях древнерусских мастеров, скань с эмалью в воспоминаниях о временах Ивана Грозного и Алексея Михайловича, ажурную скань изобретений ювелиров XVIII века и новое явление витражную эмаль по ажурной скане. К слову, изделия в этой технике возродил Павел Акимович Овчинников. Они выглядели очень эффектно и напоминали витраж, поскольку при их создании крошечные просветы рисунка заполнялись эмалью. Лучшие ювелирные произведения Российской империи выставлялись на международных выставках, вызывая восхищение и удивление. Во время революции скань оказалась на грани исчезновения, трудные времена настали тогда для ювелирного дела. Крупные производства закрылись, как и фирма Овчинникова. Золотокузнечные традиции сохранялись только у провинциальных крестьян-кустарей. Интересно, что ювелирное производство в крестьянской среде не вызывало возражений со стороны нового правительства. Наоборот, его даже поддерживали и поширяли. В 1919 году в селе Красное на Волге Костромской области была основана трудовая артель по производству металлических изделий. В конце 20-х годов похожий промысел появился и в селе Казакова Нижегородской области. Казаковская металлическая артель известна как изготовитель одного из символов советского быта – филигранного подстаканника. В 30-е годы 20 века ювелиры вновь активно плетут драгоценные узоры. Скань становится взитной карточкой всего русского ювелирного искусства и получает мировое признание. Работы мастеров Советского Союза покорили сначала Европу, потом и Америку. Ювелиры из села Красное Костромской области получили золотую медаль на всемирной выставке в Париже. Вскоре приходит новое испытание, но это уже испытание прогрессом в 90-х годах прошлого столетия. Как говорят мастера, искусство не терпит потрясений, не терпит суеты, а только неспешность и вдумчивый подход. Серийное производство литых украшений пытается вытеснить скань, но настоящая ручная работа ни с чем не может сравниться, разве что с неповторимыми морозными узорами на окнах. Яркие образцы современных работ в технике филиграни сегодня можно увидеть в нашем музее. Здесь представлены и работы из серебра, и изделия зернию, посуда, зеркала, настольные сувениры. Как можно заметить, студенты делают как традиционные, так и оригинальные работы в этой древней технике, творчески переосмысляют образцы прошлого, создают как копии, так и новые варианты изделий. В этом и состоит творчество художника, сочетание древнего мастерства и свежей идеи. И на этом мы заканчиваем наш сегодняшний выпуск о филиграни и желаем вам ажурного настроения.